Друзья, мы начинаем нашу историю про Испанию, поездку в Андалусию, так в Испании называют нами всеми знакомы Андалусию. Прямо сейчас ночью из аэропорта Платов мы вылетаем в Москву, совсем скоро наша посадка. Говорим до свидания родной нашей земле и вам. Смотрите наш фильм. Мы сели в шаттл, который нас отвезет на парковку Centaur, компания, где мы арендовали машину. Нам выдали Fiat X. Не самая большая машина, но такой типа кроссовер, похожий на ASX Mitsubishi. Ну вроде как втиснулись, теперь поедем. Живем вот в таком доме, симпатичном. Субтитры сделал DimaTorzok Мы попали в птичий рай. Здесь петухи, голуби, лебеди, попугаи. Все живут, уживаются. Вот они. И прекрасно все существует вместе. Плодятся, размножаются, куча гнезд. В общем, красота. Посмотрите, какая идиллия. Значит, первое наблюдение. У нас армяне продают овощи, фрукты на каждом шагу. Каждая подворотня с утра до ночи, а иногда круглосуточно здесь только по ярмарочным дням, в определенное время, в определенном месте. Цивилизация, понимаешь? Сегодня мы на свалке нашли рядышком со всем домом. Как это не смешно звучит? Вот эту корзину. Прошли мимо. Не то, что на свалке. Рядом с мусорным жбаном была аккуратненько положена покладина. Вот это вот чудо. Нуля сказала, возьми. Я сначала не придал значения словам, потом подумал, блин, красивая штука. Вот теперь задача, как это все увезти обратно в Россию. Будем надеяться, что это поместится в чемодан. А если поместится, станет нам хорошей, полезной, практичной и красивой вещью. Просто так найденной в Испании. Доброе утро. Сегодня мы осуществим нашу мечту. Побываем в Гибралтане. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, мы будем сейчас проезжать границу между Испанией и Гибралтаром, между Испанией и британской заморской колонией. Друзья, побывали мы в Гибралтаре, скажем, на границе с Гибралтаром. Нас развернули. У одного из членов нашей команды оказались фальшивые документы. Хорошо хоть в тюрьму. Да, хорошо хоть в тюрьму. Поэтому мы машем Гибралтару и говорим, приятно было увидеть вас, милые обезьянки. Ну, ничего страшного, мы зато едем в Кадис. Кадис – испанская территория. Поэтому нам здесь можно быть. Едем. А в Гибралтар, надеемся, еще вернемся. В Гибралтар, надеемся. В Гибралтар, надеемся. Гибралтар is where you can fit foray. Субтитры создавал DimaTorzok Извиняюсь за подробности нашего стола, но надо показать вам одну вещь. Это называется просто картошка, яйца и хамон. Вот такой деликатес. Картопля да цебуля, как говорят. В кадисе есть памятник Льву Николаевичу Толстому. Посмотрите, разве нет? Ну, правило, какая-то подпись странная. Доктор Толстой же. Старые улицы, старые дома. Сейчас мы выходим на Соборную площадь, покажу, какая красота. Доктор Толстой же. Доктор Толстой же. Нам не получилось попасть в Гибралтар, но мы приехали в Гибралфару. Гибралфару – это замок на вершине Малаги. Должен открываться красивый вид на город, на бухту. Сейчас посмотрим. Приятно очень заходить в монументы Евросоюза, когда не бесплатно. Доктор Толстой же. Доктор Толстой же. Доктор Толстой. Доктор Толстой. Музыка Идем по ночной, по вечерней, темнеющей, сереющей, многоэтажной Малаги, хотя рядом в переулках можно увидеть море. Нет, все застроено. Наверное, русские застройщики были. Музыка 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 Едем в город Рондо Город, где началась коррида Один Тороадор Знаменитый, не помню его фамилию, имя, отчество Закалул 5600 быков Не получив при этом, как гласит легенда, ни одной царапины Поедем проверим Итак, мы в Ронде, в самом центре Припарковались внизу, в подземном паркинге Это большое достижение Евросоюза, в частности Испании Даже в самых старых местах, городах, городках, поселках Есть подземный, надземный, многоуровневый паркинг Который стоит относительно подменяемые деньги Ну да бог с ним, я думаю, у нас все впереди Вот такой цель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мечты должны сбываться После неудачного штурма английской границы Гибралтара Мы взяли ее со второго захода Для этого пришлось снова преодолеть 150 километров Правда, в этот раз живописных Вдоль берега Коста Дель Соло Мы уже рядом с Иркалой На границе нам поставили штампики однодневных виз И мы поехали по знаменитой взлетно-посадочной полосе Точнее дороги, которая пересекает эту полосу Это полоса уникальная В мире больше таких нет А потом въехали в город Двинули к главной достопримечательности Фуникулеру Всего помощи туристы за 7 минут Поднимаются на вершину скалы Есть еще вариант Отправиться туда на микроавтобусе И этот путь занимает примерно час Ну а теперь мы идем за билетами И на нижнюю станцию уникулера Канадки Первые, кто встретили нас на верхней станции Былимаготы Местные обезьяны, которые здесь давным-давно живут И это последние обезьяны Которые остались в живой природе На европейской части континента Ну вот мы и на вершине Мечта осуществляется Гибралтар взят Взят А из нашего окна Африка Черное видна Вот она Еще Европа А вот Африка Пять месяцев Случилось интересное Я как раз попал в просаг На меня прыгнул Могот И попытался меня грабить Сзади у меня рюкзак Он его расстегнул Да, девочки? Расстегнул Да Вот И начал доставать документы Потому что понимаешь, что без документов Человек ничто Без паспорта мы Ноль Ну, я успел прижать его к стене Вот к этой вот самой И вроде бы он от меня отстал Но мне кажется, он посмотрел потом на меня нехорошо Недобро Легенда известна, да? Гибралтар станет испанским Когда Моготы уйдут отсюда Вот пока не уходят Более того Губернатор Гибралтара Каждый год отправляет Отчеты О популяции Обезьян Королеве Ну как Субтитры создавал DimaTorzok Город Антикера Мы на площади, где установлен памятник Эспенузе Испанскому поэту Видимо, он здесь родился Надо почитать Старый город Здесь крепость Построенная еще Арабами 500 лет назад Субтитры создавал DimaTorzok 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 Домо Музео Пикассо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музей Пабло Пикассо был хороший Почти 250 картин, подлинников, скульптур с глиной, гипсой, газетой, очень много всего. Гений, нечего сказать. Я так не смогу это, правда. Что такое Малага? Малага это электротранспорт. Вот, например, электрический автобус за моей спиной. Или вот, например, электрические самокаты, которых здесь огромное количество. Или вот, например, электрические автомобили стоят на подзарядке. Уже не знаю, что это такое. Да вот, в принципе, и все. Девять осенних дней в Испанской Анталусии мы провели в отличном настроении. Жили в городке Бен-Эль-Мадена, где просто чумовой птичий парк. Совершили мечту побывать в Гибралтаре. Попробовали на ощупь Атлантический океан в древнем городе Кадис. Прониклись холодом красивейшего ущелья Ронды и захватывающим видом с башни крепости Антикеры. А еще напробовались морепродуктов, которых так хотели и удалили жажду прекрасным испанским вином. Впечатлениями от последнего и закончим нашу историю про самый юг Испании. Вино за евро 25 центов. То есть за 1 евро 25 центов мы купили. На нем практически ничего нет, кроме вот маленькой такой вот бумажечки, наклеечки. Без даже опознавательных знаков, где произведено. В Испании все. Вот мы попробовали его. Вино. Потрясающее. Потрясающее вино. Евро 25. То есть мы очень довольны.